всем здравствуйте и вы на канале шьем вместе с лилией дроздовой увидела на просторах интернета вот такую сумочку и захотела повторить ее на озоне заказала хлопковый шнур с сердечником это хлопковый шнур для шитья толщина 5 миллиметров и длина 100 метров сначала попробовал на образце иглу номер 80 универсальную ниточки обычные дур так по операциям машинки выбрала строчку зигзаг ширина зигзага 6 миллиметров длина стежка 3 миллиметра и получается вот так вот интересно смотрится соединение так что можно приступать к работе так как сумочка представляет из себя два диска грубо говоря которые продеты один сквозь другой то ширина вот этого диаметра и ширина пересечения они все должны быть одинаковы и я например взяла 7 сантиметров можно определить этот диаметр с помощью сантиметровой ленты вот так вот сложив ее в кружок ну и вот примерно 23 24 25 сантиметров можно сделать этот диаметр я возьму 25 сантиметров теперь берем шнур и нужно для оформления края вытащить из него сердечник и отрезать примерно сантиметра 34 далее оплетку вот так вытягиваем оформляем немножечко конец чтобы он не бахромился и загибаем на на сантиметр отмеряю от согнутого края 25 сантиметров ставлю отметку и вот таким образом к отметке присоединяю загнутый крайчик ну вот так скрепить булавками чтобы не разошлось пока вы настраиваете машинку теперь аккуратно соединенные шнуры укладываем под лапку у меня обычная лапка вот такая прозрачная с меткой середины чтобы два шнура соединялись ровно в этой метке опускаем иглу здесь конечно булавочки можно вытащить и чем-то помочь какими-то приспособлениями чтобы шнуры не разошлись именно в начале зигзага и так место скрепления прошло и обязательно следим чтоб диск получился плоским то есть чтобы его не выгибала иначе сумочка будет кривая и таким образом настрачиваем на ширину на 67 сантиметров когда у вас получилась вот такая заготовка одной детали вот здесь напротив начала мы должны завершить этот диск для того чтобы завершить я отступаю примерно сантиметра три-четыре опять вытаскиваю сердечник отрезаю его расправляю оплетку срезаю лохматый конец и вот таким образом подгибаю крайчик первый диск готов далее опять подготавливаю край и отмеряю также 25 сантиметров только строчить нужно будет не отдельно такой диск а через круг соединяю через круг соединяю с отметкой получается вот такое вот соединение и вот так аккуратно можно слегка загнуть чтобы был доступ и продолжать делать строчки здесь важно следить чтобы нижний диск также был плоский когда второй диск по размеру тоже на строчили то есть два диска должны плотненько находиться в серединке друг друга настраиваем так чтобы сверху не было соединений то есть чтобы все соединения прятались как бы под кольцами и теперь эти кольца между собой надо соединить вот здесь конечно место толстая но надо его аккуратно пройти то есть я соединила два кольца чтобы они не расходились и теперь прокладываю строчку по низу до начала ручки когда два диска у вас соединены по кругу вот у меня остался шнур здесь у меня будет начало ручки нужно определить ее длину и определить место то есть чтобы ручка плавно выходила из радиуса не как бы вот так под углом и не очень низко ну вот смотрите примерно вот так если измерять сантиметровой лентой то у меня между ручками примерно в 25 сантиметров ну я беру длину этой ручки примерно 65 сантиметров то есть я вот здесь остановилась теперь соединяю шнур с этой стороны продолжаю строчку и настрачиваю толщину ручки 2 3 4 ряда я буду делать 3 можно сделать больше или меньше вот таким образом переходим на ручку и я делаю три шнура и делаем таких две детали то есть два диска вставленных друг друга в таком ремешке с изнаночной стороны вот эти все соединения спрятаны но с лицевой стороны все хорошо и так 2 знаковые детали которые нужно соединить друг с другом посередине вот такой вот планочкой у меня получается сантиметров 55 и нужно сделать вот такую планку только пошире для того чтобы соединить вот это донышко и бочок сумки и вот такая планка у меня получилось это будет донышко и бока и теперь нужно донышко соединить сначала с одной стороны потом с другой стороной сумки и я настрочила с одной стороны если вы вернуть на лицевую сторону то донышко уже вот такую приобретает форму здесь оставила такие штучки и теперь нужно пристрочить вторую сторону обратно выворачиваю чтобы все строчки были с лицевой стороны и вот таким образом присоединяю вторую сторону и конечно это соединять очень неудобно но каким-то образом нужно вот так сумки свернуть сложить для того чтобы их подсунуть вместе и донышко прострочить большими участками вот так отгибая и соединяем до конца я просто скрепила сверху чтобы у меня точно совпали все метки и вот такая красоточка у меня получилось осталось только сшить внутренний мешочек на завязочку для того чтобы из этой сумки ничего не выпало нашла у себя в запасах вот такой поплин молочного цвета и как все таки полезно не выкидывать никакие мелкие детали когда-то я укорачивала вот такое вот красивое платье трикотажное и не выкинула и очень красивое сочетание получается с этим с этим шнуром такой блестящий трикотаж по цвету подходит к шнуру поэтому я внутреннюю часть сделаю из поплина а снаружи и место для кулиски у меня будет вот из этого трикотажа я соединила эти кусочки вот такие вот полотна они у меня все со швами так как полосочки эти были не прямые а был не с юбки солнца то они соответственно неровные я их соединила так как здесь какое-то такое напыление его утюжить нельзя я швы все раз строчила чтобы они держались и в принципе даже не буду стараться сделать что-то прямоугольное вот такой формы формы трапеции и сделаю себе внутренний мешочек поэтому просто подравняем в прямом смысле с одной стороны и также подравняю с другой стороны вот получилось у меня вот такая деталь тут у меня 42 на длину у меня вот почти 30 и вот эта часть за подгибка у меня останется а нижнюю часть внутренней сумки я выкрою вот из этого и вот так на внутреннюю сторону я пришила поплинчик ну и соответственно вся сумочка вот такая вот осталось соединить только по бокам выворачиваю и вот эти места где будет кулиска я вот таким образом застрочила припуск подрезала для того чтобы когда я выверну вот здесь у меня уже будет обработанный край и теперь от верха сумочки соединяем сначала стороны сумки также стороны подкладки со стороны подкладки оставляем небольшое отверстие чтобы все это вывернуть на подкладке вот это вот застрачиваем убираем подкладку вовнутрь сумочки и застрачиваем кулиску то есть вот у меня расстояние которое обработано я оставила вверх для юбочки для такой и потом у меня два сантиметра кулиска и так моя кривенькая внутренняя сумочка готова так она выглядит я отстрочила кулиску вот так внутри теперь беру шнур беру любое устройство для продевания и вставляю в кулиску здесь нужно сделать два шнура один шнур концы в одну сторону а второй шнур в эту же кулиску концы в другую сторону чтобы можно было затягивать вот такие я оставила концы примерно сантиметров по 20 и если мы тянем в обе стороны то соответственно получается вот такая затяжка то есть легко расслабить легко затянуть там же на озоне я заказала вот такие вот концевики важно чтобы у них был большой диаметр иначе толстый шнур не влезет и установила концевики на внутренний мешочек то есть он у меня затягивается и теперь я вкладываю этот мешочек на внутрь сшитой сумки и все вещи которые я сюда положу они будут надежно затянуты и не потеряются и у меня получилось вот такая вот замечательная сумочка со вкладышем из блестящего трикотажа и на самом деле у меня от 100 метров осталось еще очень даже много так что можно спрести несколько сумочек пробуйте и у вас тоже обязательно получится желаю всем творческих успехов до скорых встреч